Идти до конца и добиваться правды намерены жители Павлодар, оставшие жертвами банды квартирных мошенников. Расследование уголовных дел в отношении этой преступной группы, которая незаконно переоформляла жилье умерших одиноких стариков на подставных лиц, а затем также через связи в госорганах перепродавала их, тянется уже 11 лет. Тем, кто попал в сети мошенников, а их немало, только на днях дали возможность ознакомиться с материалами этого дела. Между тем, Акимат через суд оспаривает сделки купли-продажи этих квартир, чтобы поставить их на баланс государства и передать очередникам. Сегодня в городском суде намечался очередной процесс. Все подробности у нашего корреспондента Салуата Тимирбулатула. Известная в Казахстане спортсменка, неоднократная победительница соревнований по авторалии Яна Фоминских уже второй год ходит по судам, как на работу. Купленная ею однокомнатная квартира оказалась в черном списке незаконно проданного жилья. Бывшая владелица, одинокая старушка, давно скончалась. Мошенники переоформили жилье на подставных лиц, а затем быстро перепродали его. В судах Яна только со второй попытки добилась статуса потерпевшей и добросовестного покупателя. Но и этот статус может не помочь. Городской отдел финансов через суд пытается перевести такие квартиры на свой баланс и передать очередникам. Самому по себе это очень сложно. Это знаете, как ковыряться в грязном белье. То есть людям, которые никогда с этим не сталкивались, и вот сейчас вот это вот все узнаешь, как у нас устроено. Здесь нашей вины нет. То есть мы, как добросовестные приобретатели, все сделали по закону. В уголовном деле, а это целых 67 томов, суд неоднократно находил ошибки и возвращал следователям для доработки. Между тем, самим потерпевшим только сейчас дали возможность ознакомиться с этой кипой бумаг, аудио и видеозаписями. Расследование уголовных дел в отношении банды квартирных мошенников в Павлодаре длится уже больше 10 лет. Суды буквально завалены делами. Однако ни один из потерпевших до сих пор не смог защитить свои права. На сегодня был намечен очередной процесс о признании еще одной квартиры вымороченным имуществом, чтобы поставить на баланс акимата. Выморочным называется жилье у Мишева, владельца которого не было наследников ни по завещанию, ни по закону. Но парадокс в том, что квартиры, за которые судятся в Павлодаре, имеют владельцев. Все жилье было приобретено легально, только, правда, у нелегальных продавцов. Всего, по данным стороны защиты, отдел финансов уже подал больше 10 подобных исков. Адвокаты успели частично ознакомиться с делами и говорят о целой коррупционной схеме, в которой замешаны могут быть даже участковые инспекторы полиции. Группа мошенников, связанных коррупционными связями с управлением юстиции, ракцем, нотариусами, это уже юридически почти фактически доказанные факты. Появляется такая ситуация, что привлекаются только непосредственные исполнители, а именно лица, замешанные в нем, в частности нотариусы. Вот у нас 2-3 нотариуса, которые проходят по этим делам, по нескольким сделкам везде, где они признаны недействительные. Вот они не привлечены к уголовной ответственности. Но ни в полиции, ни в прокуратуре не называют точное количество потерпевших, как и число участников банды. Суд периодически выносит частное определение в адрес Акимата и полиции об исправлении тех или иных замечаний. Если суд определил, что там имеется виновность должностных лиц, в частности отдела финансов города Павлодара или управления финансов Павлодарской области, то реакция будет незамедлительная при установлении очевидного факта преступления. Значит, для того, чтобы привлечь должностное лицо, мы должны знать, что он совершил преступление. А если он выполнял свои функциональные обязанности, а при этом впоследствии этим воспользовалось третье лицо, в частности мошенник, то указанное должностное лицо, он не несет ответственности. Потерпевшим разрешили до конца месяца ознакомиться с делом. В этот раз по ходатайству адвоката заседание перенесли на февраль. Но люди намерены требовать продления сроков, так как изучить все 67 томов за такое короткое время никому не под силу. Одновременно сейчас они готовят обращение в Верховный суд и Генеральную прокуратуру с просьбой помочь отстоять свое право на имущество. Из Павлодара Салават Семербулатулла, Марат Игриков и Самат Аспанов. Хабар, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова